На месте. Хорошо. Мы приветствуем Симону. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Симоны, под ногами и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Симоны, находит все. Дракон. Вот так вот. Считает цифры над головой. 1, 2, 3. 1008. 1008. Один канал, Вера? Да. Хорошо, дракон. Ты зашел в биополе человека обманным путем, игнорируя законы мироздания. Зашел в осознанную душу, которая не желала твоей подключки. Что тебе есть сказать по этому поводу? Он показывает. Во сне она вышла из тела. И что? Тебе дало это? Он показывает. Он ее встретил. Она ему улыбалась. В виде кого он предстал перед ней? Так и есть. Так и был дракон. Она была счастлива познакомиться с ней. По какому поводу она была счастлива? Он сказал, что покажет ей галактику. Когда это было, дракон, скажи мне? В ней очень много галактической пыли. Это от него пришла эта пыль? Я не понял. Или это космическая душа? В том плане? Нет. Это в том плане, что она без защиты. Так что человеку... В трансе и выходит. Она выходила в трансе или она выходила во сне? Только что ты сказал во сне. Во сне. Во сне. Ну и как человек может себя контролировать во сне? Объясни мне, дракон. Как все сознанные души ставят защиту перед сном. Когда ты вошел в это биополе? 50 дней. Сколько? 50. 50 дней. 50 дней это у нас получается 5-6 недель. Это ты ответственна за эти боли и кашель в горле? Пыль. Откуда эта пыль взялась? Объясни мне. Галактическая. Я же уже объяснила. Она от тебя пришла или это ее собственная пыль? Я сейчас не понимаю тебя. Она выходит без защиты и цепляет ее. Понятно. Значит, ей надо перед тем, как выходить в сон, уходить в сон, ставить себе осознанную защиту. Ты это хочешь сказать, да? Да. Хорошо, дракон. Что ты установил ей еще в горле? Есть что-то? Конструкции? Платы? Платы есть. Хорошо. Давай, выходи сейчас. Вытаскивай все свои платы. Готово. Хорошо. И я включаю сейчас Симоне внутренний белый свет. Один, два, три. И Симона начинает выдавливать из себя всю эту галактическую пыль. Все энергии, находясь на частоте красного дракона. Все патогенные, негативные энергии, связанные с этой болезнью, с кашлем, все начинает выходить из ее семи тонких тел. До последнего микрона она выдавливает своей белой плотной энергией. Это 100% шар. Останавливается автоматически. Она показывает, и она ей не дает дышать, эта пыль. То есть она хочет дышать, и у нее все горло этой пылью забито. Она раздражает, начинает сразу раздражать и вибрировать. Хорошо. Пыль выходит сейчас? Да. Усиливаем потоки, усиливаем свет изнутри до последнего микрона. Все из горла выходит, из каждой ее клеточки. Готово. Большой шар получился, Вера? Большой. Открывается внизу портал в галактической ядре. Под ним один, два, три. Он улетает на переработку. Закрывает, печатывает, растворяет. Хорошо. Сейчас подхожу к Симоне, кладу руки на плечи и помогаю ей сделать импульс высокой аббрационной шока удара и сжечь канал к дракону. Один, два, три. Удар. Сжигается канал, отлетает, открывается воронка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Запроси, Беополя, сколько нужно Симоне, сколько нужно ей энергии и какая частота вибрации? 350 и 27. И 27. Хорошо. И в макушку, значит, три. В макушку головы Симоны начинает поступать семь высоковибрационных потоков по 350% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота ее вибраций поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. У нее идет энергия по чакрам. И отдельный поток идет такой оранжевой энергии. Это как защитная энергия. Хорошо. Давай сейчас сделаем еще запрос, пока энергия идет. Как ей в ее случае выставлять защиту перед сном? Просим совет или куратора, или энергоинформационное поле. Пусть нам ответят. Элементарный восьмой фантом. Отлично. Благодарю. Вот у нее энергия сейчас выставилась на горле оранжевым цветом. Она с одной стороны действует ей как лечебная. Заполняет она сейчас поврежденной от пыли. В участке, а с другой стороны, она как защитная действует. То есть, если она выходит куда-то во сне, эта пыль, она больше не магнитится, не прицепляется. Она отталкивается от этой оранжевой энергии. Защиты. Энергии защиты. Благодарю за информацию. Хорошо. Энергия заправилась. Она посмотри. Да, она готова. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Симона, как ваше горло сейчас? Она говорит, как будто съела охлаждающую конфету. Замечательно. Хорошо. Вы поняли, что вам здесь объяснили насчет того, как вам выставлять защиту? Она поняла. Отлично. Хорошо. Будем тогда возвращать вас назад в ваш биоробот. Проблема решена. Она говорит, а с ним что? С ним сейчас мы... А что вы хотите, чтобы мы с ним сделали? Пустить он мне много интересного показал. Хорошо. И еще у меня одна просьба к вам, Симона. Вы добровольно заключили, вошли в контакт с ним. Подумайте в следующий раз вам о необходимости, нужно вам это или нет. Потому что ничего даром он просто так вам не даст. Он обязательно заберет у вас энергию, обязательно к вам подключится. Понимаете? Он говорит, что я еще очень неопытная в этих делах. Понятно. Но у вас хорошо получается летать во сне, поэтому всегда перед сном ставьте себе защиту и не заключайте никаких контактов, кроме своего куратора. Вам пока еще туда рано. Отгоняйте их всех от себя и все будет нормально. Не соглашайтесь ни на что. Как только вы соглашаетесь, это контракт, и вы во сне его подписали. Понимаете? Она говорит, что эти провалы бывают неосознанно. Я вдруг очищаюсь. Очищается. Хорошо. Нет, я вдруг очутился в космосе, она говорит. В любом случае, восьмой защитный фонтон, он вас защитит и никогда не впускаете никого в себя. Отклоняйте любые предложения. Она говорит, что нашла слово. Я вдруг провалилась и попадаю в космическое пространство, где все так интересно. Согласен. Хорошо. Вы все поняли. Да. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Симоны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план, синхронизируются, гармонизируются. Голосовая чакра всей энергии переходит и излечит на физическом плане, как и все остальные энергии, по чакрам. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте. Субтитры создавал DimaTorzok